На фоне того, как президент страны Владимир Путин, а также губернатор Тверской области Игорь Руденя в условиях распространения коронавирусной инфекции пошли на риск и разрешили работать с социально значимым предприятием, в Верхневолже начали появляться недобросовестные бизнесмены, которые пытаются, что называется, под шумок возобновить свою деятельность. Однако возведение очередного торгового центра в список жизненно важных вещей, очевидно, не входит. Одна из таких подпольных строек была выявлена в ходе рейда на территории центрального района Твери. Строящийся объект в районе привокзальной площади уже знаком многим жителям Твери. Очередной новоделкой, у которых на панорамах города много, в будущем должен стать многофункциональным торгово-офисным центром. Однако не успело здание открыться, репутация его уже оказалась подмочена. Местные жители и сотрудники соседней гостиницы обратили внимание, что на стройке замечена подозрительная активность. И это в условиях действующих ограничений в связи с распространением коронавируса. Задачные горожане обратились к депутату Законодательного собрания региона Олегу Лебедеву. Он инициировал рейд на стройку. Работа, ну, был обеденный перерыв, мы пооказались. Но работа шла на втором этаже, в сокольном этаже. Часть сотрудников разбежалась, часть сотрудников вот обедала, так скажем. Напомним, что не так давно глава региона Игорь Руденя определил список из 220 предприятий, которым разрешили работать, несмотря на распространение коронавирусной инфекции. Речь идет, разумеется, о жизненно важных объектах. Очевидно, что возведение очередного торгового центра, каких-то передесятки в список социально значимых вещей, ну, никак не вписывается. Более того, в том же постановлении главы региона было указано, что работать можно только при полном и строгом соблюдении всех профилактических мер. Что мы увидели на стройке? Работники без масок и любых средств защиты. Никаких антисептиков, полная антисанитария и несоблюдение мер предосторожности. Более того, работал нанятый персонал нелегально. Не все из гастарбайтеров смогли предоставить разрешение на пребывание в России. Однако прибывший на место генеральный директор Александр Светайло с полной уверенностью заявил, что у него все законно. Ну, а кто запретил? Есть постановление какое-то? А где оно? Ну, как сайт? Где постановление? На сайте «Мой бизнес». Зайдите прямо сейчас и вы посмотрите. А кто его? Что за сайт? Кто? Кто запрещает? Кто запрещает? Ну, мой бизнес — это сайт официальный. Кто запрещает? Впрочем, к законности работ на этой стройке масса вопросов. К примеру, сами руководители не знают, кто у них работает. Бригадир сказал, что у него есть договор субподряда. А прибывшие на место представители подрядной организации заявили, что не знают, кто он такой. Вы можете объяснить, какие у вас отношения с организацией? Договор субподряд. Более того, не все строители, большинство из которых оказались выходцами из азиатских государств, могли предоставить сотрудникам полиции прибывшим на стройку документы, удостоверяющие личность. Многие признали, что работают нелегально. Вместе с тем и президент страны Владимир Путин и губернатор Игорь Руденя заявляли, что на поддержку в сложных экономических и эпидемиологических условиях могут рассчитывать только социально ответственные предприятия. В нашем примере этого нет и в помине. Напротив, недобросовестные горе-предприниматели бросают заметную тень на весь бизнес Верхневолжья. Поэтому на место вместе с сотрудниками полиции, которых можно поблагодарить за оперативность, прибыли представители отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Очевидно, что история с этим торговым центром еще не закончена. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках. Продолжение следует... Продолжение следует...